Застартует. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Кожевникова Наталья Николаевна. А вы кто в школе? Учитель начальных классов. Это у меня вопрос. Одна учительница мне сказала, что она ведет третий и четвертый класс. Я спросила, как это так, что в одном классе. Она сказала, нет, в первых не его второй, а у вас нет. Я в первую смену учила первый класс, а во вторую смену второй класс. А теперь в следующем году как будет? Будет второй и третий. А, понятно. Но это просто даже с садом не сравнить. Это очень тяжело. Очень тяжело. И я, конечно, то, что мы делаем сейчас здесь на нашем практикуме, это предназначение, чтобы облегчить такую жизнь. И я вам могу рассказать, как это сделать. Хорошо, я с удовольствием послушаю. Ну, давайте, вы пришли с вопросами, пожалуйста. Вопрос у меня первый. Тридцать человек в классе. Элементы парной работы, конечно, я включаю. Например, рассказать правила друг другу. Правила по русскому языку, по математике. Алгоритм рассказать друг другу в паре. Затем взаимопроверка в паре у меня словарных слов. Затем, допустим, когда я задаю стихотворение наизусть, сначала дети рассказывают друг другу в паре стихотворение наизусть. Как они выучили, проверяют друг друга. Можно я чуть-чуть вставлю? В 2012 году по заказу журнала «Директор школы» мы с одним учителем из Кемерово, Вячеслав Александрович Рязанцев, мы написали 12 статей по технологии парного обучения для журнала «Директор школы». Замечательно. Я попросил его, чтобы он взял в ГОС и посчитал в нем, сколько раз во в ГОСе упоминается работа в парах. Я вам сообщаю эту тайну 26 раз. В конец... 26 раз. ...упоминается во в ГОСе, что вот эту работу желательно делать в парах. Но там нет никакого алгоритма. Это очень естественно, это очень здорово и классно. А ко мне какой вопрос? При 30 человеках в классе как часто можно парную работу организовывать? Каждый день. Только не сразу, а постепенно к этому прийти. На каждом уроке. На каждом уроке, да? Да. И не целый, конечно, урок. То есть должно быть плавное вхождение по 5-2 даже минуты на каждом уроке. Потом по 10 минут на каждом уроке. Приучать их постепенно к листку учета. Правило очень простое. Вот так же, как вы сейчас рассказывали, точно так же. Сначала простой материал, понятный и легкий, и, соответственно, очень простой алгоритм взаимодействия в паре. Потом потихонечку материал усложняется, и алгоритм усложняется. Побольше там писать, побольше там длина текста увеличивается, еще что-то там, понимаете, да? Да, да. И все плавно-плавно-плавно. Хорошо, будем пробовать. И вот упражнение в каждой паре обязательно. Зеркало. Ну там не только зеркало. Вот смотрите. Вот садятся, один делает вот так, и другой так делает. Ну-ка сделайте так. Большой с указательным. А, большой с указательным. Так? Да. А теперь представьте себе, что они читают текст на английском языке и вот так делают одновременно. Угу. У них сразу, за счет того, что упражнение асимметричное, в них включаются оба полушария и речевой аппарат. Вы даже не представляете, что там в организме в это время происходит. Ну, какие-то процессы, интеллектальные процессы. Да, конечно, да. А если еще при этом встать на одной ноге, знаете, какой орган тогда включается? Вестибулярный аппарат. Правильно. А знаете, где он находится? В головном мозге? Нет, он находится вот здесь, вокруг ушей. Угу. Там такие пузырьки, как вот пузырьки у рыбы, знаете, такие. Угу. Да, да, да. Вот такие связанные пустоты, точно как у рыбы. Так по кругу они расположены. И это как раз один из органов, о которых мы не знаем, это связь с внешним миром. Мы знаем тактильный, вкусовой, там зрительный, такой секунд. А этот мы забываем. А он мощнейший орган. Вот. Ну ладно. Поэтому при смене партнеров в паре каждый раз делать руками упражнения, прикасаясь друг к другу, например. Да. Это помогает взаимодействию в паре. Это разогревает. Да. Вот. Вот это мы их и учитесь сначала. Хорошо. Одно прикосновение им очень поможет. Например, передача управления в паре. Если я читаю, да, то моя рука лежит на руке партнера. Теперь он хочет читать, он вынимает свою руку и кладет на мою. Ну а если дети не захотят? Слушайте, кто захочет, то так делает. Остальные смотрят. А потом с ним садится в другой партнер, что же хочет. Что ты машешь? Что ты тут это? Понимаешь? Да, да. И пошло, поехало. Так что все нормально. Еще вопросы задавайте. Вопросов больше нет? Ага. Все понятно. Спасибо большое за информацию. Я вам байку расскажу. Давайте. Значит, в немецкой школе, где шесть параллелей, начальная школа, шесть параллелей. Учительница такую, такое обучение начала в четвертом классе. От горя, потому что у нее было несколько учеников, которые ни одного стиха не выжили за все четыре года. Такое разве бывает? Да. В немецкой школе. Она от своего сына, а он от меня в устной форме что-то слышала про парное обучение. То есть, представляете, она ничего не знала. Но ей это запомнилось. И она начала вот этим детям делать партнеров. Просто вот интуитивно и здравого смысла, без всяких алгоритмов, без ничего. Ага. Постепенно она стала сына выспрашивать больше. А он тоже мало знал, потому что я ему устно рассказывал. Понимаете? Вот. И, значит, к концу учебного года, а он заканчивается в июле, он начинается в середине сентября. Ага. Значит, ну, у них там со злигом во всех школах со злигом. Ага. Чтобы не было столпотворения в отпуске, понимаете? Да. Вот. И, значит, соответственно, она поняла, что с 1 сентября, с первого дня она их посадит в партнер. И она так и сделала. Я к ней приехал сделать видео в третьем классе. Понимаете? Да. было что-то с чем-то. У меня есть такой фильм. Он 10 минут длится. Там все покажется. Я хотел что-то умное сказать для вас именно. А, да. Нет, не могу вспомнить. В общем, короче, эта учительница потом сказала, а у нее уже было 30 лет опыта. Она сказала, я теперь не понимаю, как я раньше работала без вот этого. А, да, действительно. Понимаете? Вот все. Вот. Значит, ваша задача, это мое вручение к вам, родители получат письменное согласие на разрешение снимать видео. Мне нужна письменно? Конечно, потому что нельзя в классе снимать, а потом показывать в YouTube. А, ну это естественно. Да, да, я понимаю. И вот когда вы будете у родителей эти подписи собирать, вы у них поспрашиваете у тех, которые скажут мне, я не хочу. вы спросите, а почему? А потом у себя спросите, почему вы не хотели? Хорошо. Понятно? Да. Я скажу мое мнение насчет тех, кто не хочет. Чтобы его, вот наш разговор, чтобы выкладывали. Это эгоизм, только он социальный. Нет, я ведь согласна. Да, вы-то согласны. Я согласна. Это у тех женщин, которые заставили меня удалить. Понимаете? Понимаю. Вот. У них социальный эгоизм. Они не понимают, что мы тут работаем не на ваш лицей, и не на школу 161. Мы работаем на всю страну. Мы делимся опытом, как другие могли посмотреть. Хорошо. Красивая, молодая женщина, которая грамотно говорит, выглядит прекрасно. Говорит, я не хочу, чтобы меня видели. Ну ладно, я выплеснул, извините, вы тут ни при чем. Спасибо, что согласились. До свидания. До свидания, всего доброго. Скажите диспетчеру, чтобы она мне давала партнеров, чтобы я не сидел без дела. Хорошо. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. До свидания.